Огромное спасибо за то, что вы чтите память нашего тренера. Безусловно, человека очень неординарного, человека очень высокой культуры спортивной, очень талантливого тренера Геннадия Михайловича Носовича. Татьяна Байдикова сейчас пенсионер. Всю трудовую деятельность посвятила обучению детей в 14-й школе. Но в 70-х блистала в рядах легендарной женской команды по волейболу, тренировал которую Геннадий Носович. Геннадий Михайлович собрал очень хорошую женскую команду еще немножко раньше, из студентов Приморского сельхозинститута тогда назывался. И команда была очень дружная, сильная, участвовала в городских, краевых, зональных соревнованиях по Дальнему Востоку и даже в соревнованиях российских и союзных. Поэтому команда была очень дружная благодаря Геннадию Михайловичу. Он всех мог сплотить. Он очень замечательный был человек и очень талантливый. Геннадий Носович в качестве тренера отдал женскому волейболу Приморья 32 года своей жизни. В 70-е занимал должность заведующего кафедрой физического воспитания в Приморском сельхозинституте. Под его руководством женская волейбольная команда стала девятикратным чемпионом России среди профильных вузов и двукратным на уровне СССР. В духе соперничества и дружбы почтить память Геннадия Носовича, а также побороться за звание лучших, собрались четыре команды. Две сборных из Уссурийского округа и столько же из Владивостока. Коллектив Морского государственного университета и спортсмены из ДВФУ. Наша команда очень прогрессирует. В тот год у нас был больше серебряный и бронзовый, но в этом мы готовы на золото. Золото все же забрала команда Дальневосточного федерального университета. Второе место завоевали спортсмены Морского государственного вуза. Бронза досталась сборной Уссурийского округа, а лучшим игроком нашего коллектива стала Анна Красильникова. Ежегодно соревнования по волейболу среди женских команд памяти Геннадия Носовича организует Приморская сельхозакадемия. Встреча прошла уже в 28-й раз. Марина Роман, Роман Адонин, Телемикс.